Как предсказывало то, что было 11 сентября? Я это предсказывал раньше, намного раньше. Давайте я вам расскажу, что такое настоящее предсказание. Совершенно каждый человек хотел бы, чтобы на него из будущего в какой-то момент упала вот такая княженция с результатами спортивных игр. Было бы здорово. Предсказание с точностью до секунды. Это просто золотая жила. Люди, к сожалению, такими способностями не обладают. Или? А что если я вам скажу, что все-таки можно предсказать события с точностью до секунды? Вы посчитаете меня сумасшедшим, но дело в том, что такие предсказания действительно существуют и сделали Симпсоны. Серьезно? Я могу понять Нострадамуса. Он сочинял эту хрень 500 лет назад и в то время можно было любую дичь городить и тебе поверят. Я понимаю феномен Ванги, потому что это было во всех СМИ. Людям вдалбливали в голову, что она предсказательница. Но мультик. Не могут же люди всерьез к этому относиться. За свое 27-летнее существование простой мультсериал предсказал очень многое. Притормози-ка. Вот мы смеемся. Это ведь старый добрый топ секрет и сейчас я начну все это разоблачать. Но что если у меня не получится? Что если под семейным мультфильмом скрывается нечто более глубокое и трудно поддающееся объяснению? Если вы не в курсе о чем вообще идет речь, это даже хорошо. Сейчас вам все расскажут и по вашей коже возможно пройдут мурашки. Кто бы мог подумать, что в наши дни самым точным источником пророчеств окажется мультсериал. Эпидемия Эболы, пожар в Нотр-Дам, президентство Трампа, Pokemon Go, теракт 11 сентября, огромное количество технологических новинок и даже математические уравнения. Все это было предсказано задолго до случившихся событий настолько точно, что люди не верят своим глазам и от испытанного шока постят везде скриншоты совпадений. Это показывают по новостям, а разоблачить это никто не может. Наверное потому, что это невозможно. Как ты нагнетаешь-то, опасно это все, в НТВ вставят в очередной раз. Ну поехали. Самая часто встречающаяся критика их предсказания заключается в том, что сериал идет с 1989 года и там уже 666. Они столько всего показывали, что ненароком угадали какое-то событие, закон больших чисел и все в таком духе. Даже Соус Парк их высмеивал за это. У Симпсонов давно уже все было. Дальше что? Они же 13 лет в эфире. Естественно у них уже все было. Знаете, к черту. Я об этом сегодня ни слова не скажу, потому что это просто попытка описать происходящее, но не дает точный ответ на вопрос, а предсказывали ли они на самом деле. Знаете, что я сделаю? Я возьму каждое известное предсказание и по очереди буду его разбирать. Я расскажу вам то, что уже сделали до меня, но добавлю и свои расследования, потому что просто не нашел этого в интернете. И небольшая просьба, досмотрите это видео прямо до самого конца. Там вас ждет большой сюрприз. Эбола. Страшный вирус, вакцины от которого нет до сих пор. Самая ужасная вспышка эпидемии произошла в 2014 году. Тогда люди начали говорить о том, что предсказание было в Симпсонах. Вы только посмотрите. Барк, не хочешь почитать? Любознательный Джордж и вирус Эбола. Это эпизод 1997 года, вышедший за 17 лет до эпидемии лихорадки Эболы. Да что ты говоришь, моя маленькая конспирологическая булочка. На самом же деле вот так дела обстоят. Впервые вирус был идентифицирован в 1976 году и назван Эбола в честь реки, протекающей в месте первой вспышки эпидемии. И вспышки происходили после этого постоянно, но в 1995 году была достаточно крупная. И они писали везде, где только можно. И в год выхода серии тоже была. Так что совершенно ничего удивительного, что Симпсоны просто взяли актуальную повестку дня и сделали из этого зарисовку. Вот это я понимаю начало. Сразу с разоблачения. Но как бы мы о мультике говорим. Тут нагнетать особо не получится. А вот это очень крутая часть. Симпсоны предсказали массу Бозона Хиггса за 14 лет до того, как это сделали ученые. В 1996 году Гомер Симпсон почти безошибочно определил массу Бозона Хиггса. Мозги всмятку. Ну по крайней мере так говорят СМИ. Вот только посмотрите. В одной из серий Гомер пишет на доске уравнение и мы видим, что по его версии масса Бозона Хиггса 775 гига электрон вольт. Спустя многие годы ученые наконец смогли определить его массу. И знаете какая она оказалась? 125 гига электрон вольт. Безошибочно. В чем нахрен совпадение тогда? А кто б его знал. Но попытка если честно очень неплохая. Как Симпсоны смогли даже приблизительные цифры угадать? Это звучит невозможно. Дело в том, что один из сценаристов Дэвид Коэн не просто какой-то там сценарист мультиков, а еще и человек науки. Закончил Гарвард и Беркли. Физик и магистр компьютерных наук. Кто мог подумать, да? Уравнения на доске были его идеей и он позвонил своему старому знакомому Дэвиду Шиминовичу, профессору астрономии, который и написал примерное уравнение. Да и вообще Симпсоны не так глупы, как вы думаете. Любители математики возьмите на заметку, что в русском переводе есть интересная книжка. Симпсоны и их математические секреты. Исходя из этого уравнения мы поняли, что масса Бозона Хиггса 775. Профессор, я это уже видел в Симпсонах. Заткнись. К следующей главе. Сверхразум это когда ты выучил математику смотря Симпсонов. Ну и раз уж мы начали говорить о науке, то почему бы не рассказать о технологиях, которые Симпсоны предсказывали задолго до их появления. А вы знали, что Симпсоны предсказали автокоррекцию слов, без которой мы сейчас жить не можем вообще. А еще Симпсоны первыми открыли Бозон Хиггса и изобрели автокорректировку текста в смартфонах. Если что, то это серия 1994 года. А автокоррекция появилась в 2007 по версии вот этого чувака, который безумно хайпил этими предсказаниями. Что мешает одну секунду погуглить мне не очень ясно, но слово не воробей. Вообще кстати не воробей, с чего вдруг. В общем все начали это распространять. А важен тут контекст. Давайте его послушаем. Он говорит дай сюда этот Ньютон. Потом нам показывают пародию на логотип Apple. А вы знали, что у Apple действительно было устройство, которое называется Ньютон? Находим, что за полгода до этой серии в газетах были вот такие статьи. Тут говорится о том, что Apple накосячили и Ньютон иной раз не мог нормально исправить даже свое имя. И вообще полный мрак с этим переводом. Симпсоны просто опять стебанули очередную историю. А в серии 1998 года они предсказали появление таких штук, как Oculus Rift, Vive и так далее. Круто. Давайте сделаем вид, что мы кретины и не будем реагировать на то, что каждый фантаст это предсказывал. Пройдемся по фактам. 92 год. Фильм газонокосильщик. Да ладно, чего уж там. В 1962 году был запретентован отец виртуальной реальности, которую называли сенсорама. Потом постепенно появились шлемы. 79-й, 85-й год. Странно вообще думать, что такая технология могла брать начало только в конце 90-х. Я тоже предсказатель. Через пару лет появится еще одна платформа типа тикток или инстаграм. Скриньте. Умные часы туда же. 95-й год охренеть как же так. Но если кто их и предсказывал, то сайфай и стартрек в частности. Но умные часы появились намного раньше симпсонов. Вот например Seiko TV Watch в 1982 году с телевизором. Или прототип Sinclair FM в 1985. Экшн камера предсказана в 1994. Повторите это еще раз, смотря на эту фотографию 60-х. Видеосвязь пророчили за 10 лет до ее появления. Ага. 1879 год. Телефоноскоп. Ну предложена концепция, я имею ввиду. Что насчет пикчефона или может люмофона, а может видеофона. А может пошел ты. А может и пошел. Главное, что я ушел зная правду. Сечете? Предсказания мне в мультик. Это что же получается? Никакие разработки они не предсказывали? Во дела. А к чему ж тогда этот выпуск? А к тому, что моя цель не просто сказать они не предсказывали. Вы просто дураки. А считай на пальцах рассказать о каждом предсказании. Тем более дальше самая жесть. С чего начался всеобщий хайп? Вот с этого кадра. Вы его прекрасно знаете. Симпсоны предсказали президентство Трампа за 15 лет до того, как это произошло. Кадр в кадр. Страшно? Да. Страшно от того, что люди перестали уметь пользоваться руками и пальцами. Ведь спустя 15 секунд я нахожу ролик с его появлением на публике 16 июня 2015 года. А потом нахожу ролик на официальном канале анимации Fox, который был загружен в июле 15. Это даже не серия, а просто промо ролик, который просто копировал выступление Трампа и добавлял туда юмора. А вот что реально было в 2000, так это то, что Лиза действительно говорит о президентстве Трампа. И вот тут уже ступор у всех. Ведь победу американского президента создатели мультсериала действительно предсказали. Вот он эпизод созданный в 2000. Как известно президент Трамп потратил наш бюджет. Как ты это объяснишь, скептик? Ну я-то могу. Еще 7 октября 1999 года Трамп в интервью Ларри Кинга заявил, что хочет сформировать комитет для предстоящей заявки. Как бы все. Впоследствии заявку он снял, но Симпсоны уже намотали на ус шутеечку об этом. А то, что сейчас форсится, что они предсказали его смерть, то забудьте вообще. Это фейк, сделанный умелицами с интернетов. Повышаем сложность. В 1998 году выходит серия, в которой показано, что 20 век Фокс принадлежит Диснею. Что и произошло совсем недавно. Как же так вышло? Симпсоны, кстати последние предсказали такую сделку еще 20 лет назад. Отмотаем время назад и я, как фанат Симпсонов, вам кое-что расскажу. На протяжении очень долгого времени они троллили Дисней. Можете взглянуть. И этот случай не исключение. Закрадывается только одно предположение. Фокс, которым принадлежат Симпсоны, давно ведут какие-то терки с Дисней. Или просто знают больше, чем мы. И если бы не было этой шутки, то люди бы просто нашли эту, где показано, как Дисней избивает условно Фокс. И зацепились бы за это. Люди ведь такие люди. Согласитесь, когда вы немного отходите назад и начинаете видеть всю картину, все становится не таким загадочным. В 2012 году, когда шли выборы президента США, появилась вот такая вот видеозапись. На ней показано, как голос отдается не Обаме, а Миту Ромни. Знатоки всех серий сразу вспомнили эпизод 2008 года, когда Гомер пытался отдать голос за Обаму, но засчитывали как голос за Маккейна. Один голос за Маккейна, спасибо. Нет, я хочу проголосовать за Обаму. Два голоса за Маккейна. Подумаешь, всего одного кандидата не угадали. Аппарат для голосования на выборах подменяет голос. В мультфильме эпизод был показан в 2008 году, а в реальности это случилось в 2012. Или все куда проще. Ну да, это не предсказание, а просто пересказ гребаных новостей. В 2008 году действительно была гонка между Обамой и Маккейном. И действительно сообщалось о том, что когда люди нажимали за Обаму, то их голос перекидывался за Маккейна. А все из-за плохой калибровки или вообще хрен знает пойми из-за чего. Главное, что это было. И Симпсоны это просто высмеяли. Дословно причем. А еще в 2006 году вышел фильм Человек года, где описана ситуация с неисправными электронными голосовалками, из-за которых комик становится президентом. Комик становится президентом. Симпсоны. Нет, спасибо. Я сейчас туда тыкну, а вы голос не тому отдадите и еще квартиру потом продадите. Я не разрушился еще руками писать, в отличие от вас. Ага, кто тут у нас? Зато. А вот достаточно жесткая хрень. В 2001 году вышел эпизод, где мальчикам сколотили бойс-бенд и снимали клипы в стиле Backstreet Boys. Примечательна эта серия тем, что в одном из клипов они скидывают бомбы на арабскую страну, где на машине красуется флаг сирийской оппозиции. Который, внимание, был создан в 2011 году, когда проходили гражданские протесты в Сирии. Вот это реальная жесть, говорили люди в интернете. Не зная о том, что флаг сирийской оппозиции не был придуман. Они просто взяли старый флаг Сирии. Лол. Также они поют, что твоя любовь убийственнее, чем Саддам. Поэтому я сброшу бомбу. Саддам Хусейн это президент Ирака. А в 1998 году прошла крупная операция Desert Fox, в которой действительно на Ирак скидывали бомбы. А флаг Ирака знаете какой? Не правда ли похож? Ну это я просто додумываю. Может это была просто ошибка. И они имели в виду иракские войска, так как это реально произошло. Важен контекст. Все это ошибка техасского стрелка, которому я посвятил весь прошлый выпуск. И наверное самое загадочное, о чем я сегодня могу рассказать. Трагедия мирового масштаба, которая произошла 11 сентября 2001 года была предсказана Симпсонами. В том же сезоне сериала многие усмотрели зловещее предзнаменование катастрофы с башнями-близнецами дату 11 сентября. Да в это сложно поверить, когда я об этом говорю, но эти знаки реально пугают людей, которые хотят напугаться. Суть такова. Семья собирается из своего города ехать в Нью-Йорк на автобусе. И Лиза показывает брошюру, где показана цена за билет в 9 долларов и основная достопримечательность города. Из этого получается 9.11 дата происшествия. Основная претензия людей из интернета, почему 9 долларов? Ну не может же это быть совпадением. Только вот это удивляет всех, кроме тех, у кого есть мозг. Такая цена взята не из потолка, а вполне себе естественно. Вот например сейчас рейс из Нью-Йорка до Нью-Йорка стоит ровно 9 или 11 долларов. А рейс из Спрингфилда Орегон, да это реальный город, на котором основывался мультик. Стоит 331 или 491 доллар. Да, цена комична. Почему не 10, почему не 12, почему обязательно 9? Может спросим у Эльдорадо, где цена на одну копейку меньше? Или может у карты тройка, почему в 2015 году проезд на наземном транспорте стоил 29 рублей? Билл Окли, продюсер конкретно этой серии, рассказал, что это просто высмеивание вот таких вот комичных цен. А почему там башни-близнецы, а потому что, а что там еще нахрен должно быть? Это же Нью-Йорк. Нет серьезно, башни-близнецы для Нью-Йорка в то время были как Кремль для Москвы. Плотная ассоциация. Ну а что насчет этого? Непонятно, что это за одинокое здание. Да, это может быть одна из башен-близнецов, но даже если так, то это не предсказание. Потому что в 75 году в башне был огромный пожар. Более правдоподобно, что это одно из зданий, которое реально полыхало раньше. Ведь соседняя картина показывает нам реальный кадр падения держабля Гинденбург. А что за реальный случай пожара похожего здания? One Meridian Plaza горел в 1991 году. И что более реально, банк Interstate горел в 1988 году. И это было очень масштабно. Они вам не предсказатели, как говорится. Более того, люди начали потихоньку понимать, как все это работает, что любое даже самое убогое предсказание имеет отличный спрос. Они начали делать фейки. Как вы помните, совсем недавно весь мир говорил о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Собор безумной красоты, который теперь будет реставрироваться долгие годы. Но всего этого можно было бы избежать, если бы люди смотрели Симпсонов. Ну вот же четко показано Гомер входит в горящий собор. Твиттер взорвался. Симпсоны опять сделали это. Безумие. Собираем гребаные монатки и сваливаем с этой гребаной планеты. А вот оригинальное изображение одной из серий 19 сезона. Покемон Гоу Симпсоны, кстати, тоже не предсказывали. Очевидный фейк, слепленный из двух серий. Ну и совсем свежая ситуация с Гретой Тунберг, которую, разумеется, Симпсоны предсказывали кадр в кадр. Это предсказание живет, потому что люди распространяют картинку плохого качества. Если мы найдем оригинал, то... Да, разумеется, это просто фотошоп. Вот этот кадр, посмотрите, опять запорсился в твиттере. В 2002 предсказали то, что будет в 2017. Прям тютелька в тютельку. Ну а на самом деле сначала появилась фотография, а сразу после этого на канале анимации Fox появился короткий видосик, где показали эту фотографию. Ну то есть понимаете, людям вообще плевать во что верить. Людям палец покажи и скажи, что это предсказание. И они такие, вот ништяк зайдет этот супер. Я запащу прямо всю секундочку. Нас часто спрашивают, как мы пишем сценарий для нашего мультфильма. Ответ прост. Ассистент? И вот мы подобрались к самому сладенькому по моему мнению. Когда пытаешься это гуглить, ты не находишь совершенно ничего. Люди ковыряют в носу и говорят, что это реально предсказание. Тут уж ничего не поделаешь. Симпсоны теперь официальные провидцы. Они смогли предсказать, что в один день в прокат выйдут звездные воины и Элвин и бурундуки. Да, такая тупость для меня на первом месте в топе, потому что это никак не могут объяснить. Реально же так получилось, что эти два фильма вышли в прокат в один день. Мама, я что сплю? Мы что наконец нашли проявиться? А теперь ответьте мне на один вопрос. Это кинотеатр? Нет, это не кинотеатр. Это киностудия. Я немного взломал гугл и через 5 минут нашел ворота киностудии Sony Pictures. Знаете, что я там увидел? Фильмы, которые уже вышли несколько лет назад рядом с фильмами, которые еще не вышли и находятся в разработке, потому что это визитная карточка киностудии, занимающаяся этими фильмами. В Симпсонах нам показали очевидное продолжение франшиз и опять же в виде шутки. Только с цифрами не угадали. В это время вышла уже четвертая часть. А еще кстати один из сценаристов Симпсонов Джон Витти. Еще и сценарист экранизации Элвин и бурундуки. Совпадение на совпадение прям. Это было слишком просто. Кто-нибудь впишите это в интернет, потому что люди, американцы точно не будут смотреть мои выпуски. И вот так со всеми предсказаниями. В этот раз мне даже не пришлось объяснять это с точки зрения науки. Я просто посмотрел все видео, связанные с этим. Начал бороться с симптомами и мы выяснили, что болезни-то и не было. Зато у этого большие последствия. 5 миллионов просмотров, 6 миллионов, 7, 19. Почему бы и нет? Про русскоязычный канал я вообще молчу. Наверное каждый канал с топами сделал видос про Симпсонов. Куда выгоднее заниматься конспирологией, а не все это разоблачать. А впрочем до пошлений. Меня и так все устраивает. Люди всерьез верят в то, что мультфильм предсказывал будущее. Факт. Но я не хочу быть тем, кто продолжает им это скармливать. Самое страшное это когда известная личность чутка бахнутой в голову и начинает распространять дичь. Все начинают это репостить, потому что вообще плевать что репостить, главное чтобы лайков набрать. Короче я о чем? Каждый громкий заголовок перепроверяем или ждем пока я сниму ролик, где опять скажу, что нужно все перепроверять. Это замкнутый круг. Вы просили? Я сделал. Надеюсь теперь люди прекратят искать новые предсказания. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Какая знакомая моя? Топсики. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok